И всем привет, с вами Ростиксон, и сейчас я расскажу, чему я научился, торгуя щиткойнами, наверное, недели две, может чуть больше. Первое, важно это не количество, а качество, и в дополнение к этому возможности есть всегда, главное быть к ним готовым. Это условно, что означает качество лучше количества. Я сделал себе такое инфополе, что у меня довольно много монет, которые я вообще вижу, которые ко мне приходят, которые я в теории могу купить. Но тем не менее, нужно выбирать лучшие из них, и очень правильно и грамотно распоряжаться деньгами. То есть, хорошая идея покупать на нормальные суммы, плохие идеи не покупать, средние идеи покупать на малые суммы. Давайте я еще как-то уточню. Покупать пока что, вот к чему я пришел, в основном все прибыльные идеи, это те, которые я нашел у умных людей, в каких-то пабликах, допустим, папка интересная, которую вы можете к себе добавить, где я слежу за какими-то флипперами, блогерами, просто которые показывают, какие монеты они покупают и так далее. Что я понял, что большинство коллеров это скорее скам и около удача, когда они выкидывают колл там 50 на 50, и они так или иначе связаны как-то с этой монетой и зарабатывают с этого. Поэтому коллером мы относимся максимально осторожно, особенно когда это какие-то большие каналы, да? А не, просто там дневник флиппера, да? Как у меня, допустим, где я просто в своем телеграм-канале показываю, как я со 100 долларов дойду до миллиона долларов. Пока что до 200 дошел только. Идем дальше. И насчет того, что возможности появляются каждый день, надо просто правильно следить, увеличивать как-то свое инфополе. Например, вы можете зайти в мой чат, и оттуда я закидываю какие-то вот темки с интересно, с картеля за 200 долларов, с арби за 20 долларов. И вам не обязательно как бы это все делать, самому все искать. Так, блин, я что-то сбился. Да, пока я сбился, прожмите лайк, пожалуйста, это поможет продвижению видео в рекомендашки закинет. Здесь еще коммент какой-то отпишите, вообще будет отлично. Также еще есть бот, я полностью перешел на BullX. Сейчас вам покажу, видите, у меня баланс за 211 долларов. Тут прикольно, что портфолио отслеживает, сколько мы инвестировали, какая прибыль, наши прошлые сделки, которые мы можем анализировать. Да, с панелом, со всеми штуками. Плюс, регистрируйтесь по реферальной ссылке на BullX, потому что очень удобно, можно лимитки выставлять на продажу каких-то монет. Вот у меня, допустим, сейчас лимитка нейро стоит, когда она их 2 даст. Я такой, ну ладно, подождем, да, нам торопиться некуда. А, это скорее про то, что очень важно не потерять много денег от вашего банка на каких-то лутках, мутках, странных монетах, которые вроде... Знаете, вот, средние монеты, да, но вы покупаете их, как будто они вот хорошие. И оставить деньги на такие монетки, когда кто-то порекомендует, не знаю, какой-то там крутой чел, это условный там Arby, Smash, приватки какие-нибудь и так далее. И главное быть к этому готовым. То есть, чтобы у вас были деньги, просто сидеть за ним, быть подписанным в Телеграме. Задавайте какие-то, кстати, вопросы, если у вас будут. Вот, я на них отвечу. Плюс, одно из самых главных, вот я жалею, что уже поздновато об этом вспомнил, то, что это научиться фиксировать прибыль. Желательно вообще забирать тело на x2, x3. Это вы уж сами оптическая у вас стратегия, но главное фиксировать прибыль, потому что щиткоины, даже я вот торгую, скажем так, лучшими щиткоинами, да, они все падают вниз, поэтому прибыль очень важно фиксировать. Также можете полазить под описание видео, там множество полезных ссылок будет, которые вам нужны. Но самое главное это BullX, потому что там можно лимитками торговать. Так, что еще? Ну и, наверное, сообщество, это находиться в правильных чатах, желательно каких-то закрытых, возможно даже платных. То есть, допустим, вот есть мой чат, мы туда закидываем просто моменты, когда мы что-то продаем, покупаем, лудим. Я вот, допустим, там иногда спрашиваю у Сигмы, почему он то или иное покупает, продает. Вот, идем дальше. Что еще? Ну, сообщество. Можете начать, знаете, вот с того, что вы добавите себе 17 каналов с моей папки, интересно. И спросите, может, у своих друзей, кто давно торгует щиткоинами. Главное, смотрите, вот самое главное, когда вы смотрите на канал, вы должны смотреть за действия человека, что он делает. И второе, какой у него банк, то есть сколько у него денег. То есть, если у чела 100 долларов, как он может вам что-то, ну, такое... Он вам может посоветовать только со стороны своего опыта, да? Но, допустим, чел, у кого лямбаксов, у него, я думаю, у этого опыта побольше, да? И я стараюсь именно смотреть идеи какие-то вот у таких чела, за которыми стоит какой-то результат, деньги. То есть, возможно, если у вас есть друзья, кто в щитках давно торгует, вы можете у них спросить, бро, привет, чем поможешь? Что посмотреть там на щитках, что куда как, что сам покупаешь? Можешь сказать, знаете, даже вот так. Типа, вы не хотите прям супер выглубляться в щитках, но это вам интересно. Вы бы там покупали раз в неделю, да, какую-то монетку. Вы бы сказали, бро, будут какие-то идеи крутые, закидывай мне. Я не против тебе 10% закинуть. Типа, вот, например, так. Или сказать, бро, можешь скинуть свой кошель, я его трекать буду, ты не против? Все, я думаю, это вас друг, он поделится, всегда вам всем поможет. Ну, что еще я понял в щитках, наверное, ну, деление баланса на какие-то проценты, да. Даже вот у меня 100 долларов, но я к ним отношусь серьезно. И тоже очень важно, это торговать на комфортную вам сумму, то есть, ну, поэтому начните со 100 долларов, с 200, вот с такой, с небольшой суммой чисто поучиться, поторговать. Можете вообще вначале торговать в голове, то есть, типа, вы купили и чтобы было бы, то есть. Главное, как вам удобно, главное, чтобы вы что-то понимали. Зафиксировал 12 сол в голове. Есть такой мемчик у нас в чате. Да, заходите в чатик, мы там общаемся, может там вопросы позадавать. Все, лайки, я думаю... А, ну, Булыкс, не забывайте реагаться, очень удобная тема. Я сам полностью туда перешел. Сейчас изучаю, конечно, еще другие боты, но пока лучше, чем Булыкс, я не нашел. Потому что в Телеграме там просто, как бы, показывается монета, а на Булыксе прям и графики, и вся такая шняга. Ну, в общем, все в описании, ссылочки там будут тоже в описании. Пока. Пока.